У нас в гостях сегодня обладательница этой невероятной породы, певица, заслуженная артистка России, Нина Шацкая. Пожалуйста, встречайте ее. Нина Шацкая, певица, заслуженная артистка России. Ее называют дивой русского романца. В репертуаре исполнительницы как русские песни, так и англоязычные джазовые композиции. Здравствуйте, Нина! Нина Шацкая, добро пожаловать! Здравствуйте! Очень рада встрече, прошу вас. Что это за потрясающее создание? Никогда раньше не слышал. Ну вот это Корниш Рекс, очень-очень умный. Да. Он очень похож на собаку, он очень социализированный, ему нужно разговаривать. И если хозяин отсутствует долго, то когда ты возвращаешься, он устраивает сцену, он скандалит. Он говорит, где ты была? Где ты была? И никогда больше так не делай. Да. Это все про него. Интересно. Ну, главная отличительная черта Корниш Рекса бывает разная. Они бывают такие лысоватые, а бывают вот такие, как Марик, кудрявые. Можно прикоснуться к нему? Он нормально к этому относится, да? Да. И считается, что это пух. Вот. Вот он такой пушистый. Слушайте, а выглядит как пудель, а на ощупь очень мягкий. Да, он очень мягкий. И знаете, когда в соцсетях я выкладывала фотографии с ним, очень часто меня спрашивали, что вы делаете с котом? Зачем вы его мучите? Зачем кот спит на бегудях? Да. Но на самом деле, вот он такой кудрявый. Марик уже в солидном возрасте. Ему 14 лет. Так. Он родился с белым усом. И вот у него этот белый ус уже даже обломался. У него такой ярко выраженный характер. Он скучает по хозяину и спит только с хозяином. Понятно. Вот такая абсолютно собачья преданность хозяину. К разговору о собаках. Вы приехали не только с котом, это правда? Да. У меня такой же черный кудрявый пес. Пожалуйста, приведите мне черного кудрявого пса. Сейчас мы на него посмотрим. Штилик. Да ладно? Штилик. Штилик. Мама моя. Мама моя. Садись. Это тоже ваше. Да. Садись. Привет. Сидеть. Смотри, Марик здесь. Здесь Марик тоже. Сидеть. О, боже. О, боже. Какой огромный. Какой красивый. И очень добрый. И очень добрый. Привет. Штиль, Штиль. Столько людей, столько людей. Штиль. Сидеть, сидеть. Надо все понюхать. Штиль, а чего у тебя так вкусно пахнет? Штиль. Мы ходим в салон перед особыми какими-то событиями. Помогите мне, это бернский... Зеннинхунд. Зеннинхунд, заговорил я по-немецки. Послушайте, ну я теперь понимаю, что вы любительница самых экстравагантных пород домашних животных. Ну вы знаете, Марик пришел ко мне самостоятельно, мне его просто принесли и сказали, что вот надо его взять, потому что родились котята и надо их раздать. А потом уже в период пандемии муж сказал, что он давно мечтал о Зеннинхунде, я даже не знала, что есть такие собаки. И в общем-то отнеслась с опаской, потому что я думала, а что же будет с моим Мариком, если мы, как муж сказал, возьмем большую собаку. Вот это очень интересно, как они ладят между собой. И вот когда мы поехали за собакой, когда я увидела Штиля маленького, он был абсолютно такой шарик. Он был кроленький. Маленький, кроленький шарик? Да, он был абсолютно кроленький, с огромными лапами. И он сразу же украл мое сердце, я влюбилась в него с первого взгляда. И очень аккуратно с Мариком я их сводила, потому что у нас еще есть на даче уличные собаки. И вот кот их всех имеет в виду, может зашипеть, может цапнуть за нос. Когда он увидел Штиля, он был обескуражен, потому что Штиль даже маленький совсем, был раза в два или в три больше Марика. Сложно поверить. Да, и, конечно, Марик понимал, что собака маленькая, щенок, но он был огромный. Ну и, в общем, кропотливо достаточно я их сводила. Штиль обожает Марик, обожает его облизывать. А Марик смотрит на него с таким видом, что, ну, господи, как можно этот клок шерсти любить? Ну, терпит. И они никогда не ссорятся. Да? Дай лапку. Лапу дай. Молодец. 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 Ну что, мальчик. Это первый день встречи. Это очень трогательно. По-моему, Штиль напуган больше, чем Марик. Ну, да, он не понимал, что такое. Он никогда не видел котов. Ему было всего два месяца. Но он сразу был очень-очень такой открытый ребенок. Он все время смотрел такими глазами и говорил, что нужно сделать, что нужно сделать, чтобы меня любили. И никаких от него не было никогда проблем. И с ним никогда не было проблем. Теперь они друзья? Да, они друзья. Марик катается на Штиле, быть может, или они спят вместе? Нет. В чем-то проявляется их дружба? Ну, Марик все-таки презирает Штиля. Он не может понять, за что его любят. Ну, вообще, знаете, что я вам хочу сказать? Сейчас происходит чудо. Потому что никогда еще Марик так себя вот не вел. Обычно он бы убежал. Но вот сегодня я удивлена, что он себя ведет очень спокойно. Ну, знаете, это под камеры. Наверное, да. Да, да. И вот, видите, у них любовь, конечно. Вот абсолютная любовь. 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 Ну, мой хороший. Вот такая любовь. У Штиляка и Марика. Послушайте, ну, вы сами управляете с этими животными или вам помогают? Мне кажется, ну, это очень крупная собака. С первых его дней меня предупредили, что у этих собак возможны проблемы с суставами. И что пока он маленький, нельзя ходить по лестницам. И вот пока он рос, первый месяц я его по лестницам носила на руках. И он... А Зининхунда, такая особенность, они мгновенно растут. И, конечно, вот с самого младенчества я его... Я управляла с ним сама, да. Вот, видите, а вы говорите, абсолютная любовь. Ну, вот чешт прямо за ухом, а второй терпит и ни звука вообще не произносит. Вот оно, настоящая дружба и настоящая любовь. Потрясающе. Мне очень хотелось бы угостить Штиля кое-чем. Тогда нужно принести его вкусняшки. Он очень любит с вашего разрешения, да? Если можно. Я думаю, что вы сейчас все удивитесь, какое любимое блюдо у Штиля. И в руках у меня огурцы. Да подожди же ты. Можно начинать? Да. Он может и лапку дать, и голос, и за огурцы, все что угодно. И голос за огурцы? Да. И даже может лечь. Ну-ка, голос. Штиль, голос. Нет, сколько. Голос. Голос. Молодец, молодец. Хорошая работа, молодец. Вот это да. Огурцы. Как вы об этом узнали? Дело в том, что я очень тщательно узнавала, чем можно кормить собаку, чтобы не было проблем. И мне сказали, что вот всякие сладости ни в коем случае. А это моя первая собака. Ни в коем случае нельзя. Фрукты. А вот овощи можно. Овощи нормальные. И я прикинула, что в огурце только вода. И он полюбил, он считает, что это самая вкусная еда. Когда мы водили его на выставке, я не собиралась на самом деле заниматься выставками, но нам сказали, что невеста у клубной собаки может быть только после выставки. Так и есть. Да. И мы пошли на выставки. Кстати, он стал чемпионом породы. Чемпион породы. Поздравляю вас. То есть это сейчас самый красивый, самый правильный пёс в своей породе в России? Да. Ну, вот в предыдущем году. За это тебе ещё огурец, съешь на здоровье. И когда его на выставке привозят, и наш кинолог сказал, что надо взять какую-нибудь вкусняшку. И когда вместо мяса и каких-то лакомств я дала ему огурец, сказали, что вся выставка лежала просто в изумлении. А он у нас, да, вот у нас такой вегетарианец. У вас совершенно удивительная семья. Мы можем разговаривать об этом бесконечно. Спасибо большое, что делитесь с нами. Для меня самое ценное в разговоре с вами, это в том числе разговор о том, как подружить кошку и собаку. Потому что есть ощущение, что это, в принципе, невыполнимая задача. Для того, чтобы детально об этом поговорить, мы пригласили в эту студию зоопсихолога. Её зовут Евгения Келлер. И сейчас мы выслушаем её точку зрения. Как сделать так, чтобы кошка и собака стали друзьями? Евгения Келлер. Филинолог. Зоопсихолог. Консультант по уходу за кошками и собаками. Занимается коррекцией проблемного поведения домашних любимцев. Евгения, здрасте. Здравствуйте. Садитесь к нам, пожалуйста. Очень рад, что вы согласились к нам прийти. Расскажите нам, пожалуйста, детали, которые стоит знать. Для тех, кто влюбился в эту породу, в чём их особенность, кому подойдёт такая порода, как за ней ухаживать. Вообще, корни шрекса появились не так давно. Это относительно молодая порода. В 1957 году их вывели в графстве Корнолл в Великобритании. И получилось это совершенно случайно. Просто родился котёнок с такой особенной шерстью. На это обратили внимание. И решили, что срочно миру нужны такие красавцы в большом количестве. Поэтому породу начали разводить. Их запрещается скрещивать с любыми другими породами. Они очень уникальны в этом плане. Вот я не знала этого. Да, они очень классные питомцы. В принципе, подойдут любому человеку. Действительно, они немного самодостаточные. В принципе, кошки, они больше хищники-одиночки. Это собаки ориентированы на стаю. А кошачьи, они обычно гуляют сами по себе. Но, тем не менее, корниши, они дружелюбные. Они очень игривые. Они очень любознательные, любопытные. Они будут всегда следовать по пятам за своим владельцем. И человеку, в первую очередь, важно помнить про то, что этому котику действительно они больше катапсы, как Нина уже сказала. Им очень много требуется внимания со стороны человека. Они могут обижаться. Мы не говорим о том, что кошачьи обижаются. Но всё равно они могут испытывать дискомфорт. Они могут нервничать. Они могут ревновать по отношению к другим питомцам. Да, да. Очень. Когда он увидел Штиля, и первые, наверное, недели две, визуально это выглядело просто как будто любовник наблюдает за своей дамой сердца. Когда мы выходили гулять на улицу со Штилем, он выглядывал из-за угла дома и подглядывал. И я говорила, Маречек, ну иди ко мне. Он разворачивался и убегал. Ай, прям в самое сердце. Да, да, да. Он стал убегать, прятаться. Я вынуждена была его искать по участку, ходить. То есть проявлять активное внимание, чтобы он чувствовал, что его ищут. Вот абсолютно по-человечески себя вёл. Евгения, тогда снова вам вопрос. Как работать с этой ревностью, когда дома появился второй питомец? Больше внимания ему уделять. Да, конечно. В первую очередь мы, в принципе, говорим, когда говорим про то, как подружить питомцев, мы говорим в первую очередь про то, как избежать конкуренции. И конкуренция, она может заключаться в конкуренции за еду, за какие-то основные ресурсы. Или конкуренция за внимание. Или конкуренция за любимого человека. Всё правильно. И как же развести кошку и собаку? Если это питомцы, похожие, например, по характеру и по размеру, их можно вовлекать в общие какие-то игры, проводить с ними время вместе. А если это питомцы совершенно разные, как у нас здесь представлены гости, то мы можем разделять внимание. Действительно, с собакой проводить время отдельно, с котиком проводить время отдельно. Царство Марика – это спальня. И он имеет право запрыгнуть на кровать. А у Штиля такого права нет. Он приходит, и он может заглянуть в спальню, если никто не видит. Но к кровати он даже не приближается. И сверху Марик наблюдает со своего трона, со своего высокого положения, что у него есть свои вот такие опции царские, королевские. И поэтому он себя ощущает всё-таки более приближённым. Это очень интересно, как мы разделяем пространство в доме. Существует теория о том, что у нас есть в доме три этажа. И каждый этаж посвящён определённому члену семьи. Очень интересно, расскажите. Если мы говорим про семью-стаю, я это называю семью и стаей, кто-то называет социальные группы, когда у нас несколько видов животных в одной семье проживают. Если мы говорим про семью-стаю, то территория делится так. Первый уровень – уровень пола принадлежит собакам. Это их территория, они там властелины. Второй уровень – это уровень средних поверхностей, столы, стулья, диваны, кровати. Здесь, конечно, наш главный герой – человек. А третий уровень – это уровень высоких поверхностей. Это комоды, шкафы, антресоли, холодильники, всё, что находится повыше. Там живут кошачьи и с высоты наблюдают за тем, что остальные делают внизу. Спасибо большое за вашу экспертизу. Это очень увлекательно. Нина, спасибо вам большое тоже. Вы знаете, вот о чём я вас хочу попросить. В России, а мы ещё и на телеканале «Россия» выходим, в «Кругу друзей» принято петь. Поэтому я хочу очень попросить вас порадовать нас своим талантом и спеть, быть может, акапелла, что посчитается нужным. Потому что для меня это уникальная возможность, и для всех наших зрителей. Очень прошу. Мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, О, и да во сне привиделась, мне во сне привиделась, Будто конь мой вороной Разыгрался, разрезвился О, и да расплясался подо мной Браво! Браво! Большое спасибо! Очень признательно! Спасибо большое! Я не могу отпустить ваших питомцев с пустыми лапами, так что подарки, пожалуйста, скорее для моих гостей. Спасибо! Какая красота! Спасибо вам за то, что к нам заглянули. Кое-кто эти лакомства проглотит за один раз, но придется растянуть это удовольствие. Аба-Арт – полнорационная и сбалансированная корма для кошек и собак. Сохраняют здоровье питомцев и делают счастливыми их владельцам. Правильное питание. Это просто. Ну что, это потрясение и праздник огромный! Познакомьтесь с вашей семьей. Спасибо большое! Очень рада встрече с тобой особенно. Спасибо большое за экспертизу. Заглядывайте к нам, пожалуйста, подчеркните. С удовольствием. Пожалуйста, аплодисменты моим друзьям. Спасибо! Спасибо!